Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. Сегодня у Уралочки не вышел видеоролик. Ну, понятное дело, они же великие блухеры, и они могут сами брать себе выходные, когда хотят. Ну, опять же, про запас у них, видимо, был видосик, а выйти после встречи с друзьями, ой, как, видимо, сложно. Ну, может, не так сложно для Сарафана, но для Уралочки, после общения с любимой подругой, да, и после чаепития ночного, там, видимо, это очень-очень сложно. И, наверное, Уралочка не хотела появляться в очередной раз с опухшими глазами, да, в неприглядном виде, поэтому и решила взять выходной. Ну, и плюсы, если что, у неё уже есть девочки. Девочки с полтора зубами в Телеграме. Так вот, эти девочки уже дают дёру с Телеграма Уралочки. Посмотрите, что они пишут. Я в Телеграм написала про спину. Так там админ какая-то начала наезжать, возмущаться. Оля, Сафар, вы хвастаетесь своими девочками, защитниками? Так вот, так как она, себя не ведут. Получается, нельзя ничего писать? Я всего-то посоветовала проверить всё же спину после ДТП. Очень обидно и неприятно. Вышла из чата. Хотя я смотрю, вас давно. Так нельзя. Ну, вот и всё, ребят. Уже и Телеграм Уралочки превратился в помойную яму. А чему удивляться, ребят, когда в Телеграме все те же хомяки, которые на канале у Уралочки, все те же девочки, которые бросаются как сумасшедшие на любой комментарий, на любой совет и на любую критику, добрую критику. Сколько раз я читала комментарии на канале Уралочки, где просто дают советы. Особенно это касается диеты и, скажем так, полезного питания, где люди рассказывают, делятся, как сами худели. Что в ответ? А в ответ эти полторазубые девочки бросаются, как шавки, набрасываются, как будто из-за угла, чтобы разорвать, как будто на жертву. Уралочка, Уралочка, до чего ты уже докатилась? На Ютубе помойка, грызня бесконечная доходит до политических батлов. В Дзене то же самое. И кричала, ой, у меня Телеграм, у нас там такое общение, там девочки, ой, там и видео, там и голосовые. Она прям, слушайте, в восторге аж и визжала. Ну и что? Девочки, что твои девочки? До чего твои девочки уже довели твой Телеграм, общение? Что адекватные люди, добрые люди, которые тебе добра желают, которые смотрели тебя столько времени, и уже нормальные, адекватные люди оттуда уходят, понимают, кто такие девочки. Да, понимают, что это не девочки. С такими девочками может общаться только Уралочка. А дальше, ребят, слушайте комментарий для того, чтобы понять, кто такие Уралкины защитники и хомяки. Те, которые набрасываются на людей, да, что у них в голове. И, ну, это так, для общего понимания, кто сидит на канале Уралочки, восхищается, восторгается и разбивает лоб в поклонах Уралке и Сарафану. Я каждый раз, ребят, пребываю в шоке, когда читаю такие комментарии. Пишет Уралочки. Какая-то готовка мукбанг. Девчули, у кого запор, через терку свеклу и сварите на воде 10 минут. Остынет, пейте его натощак. А вечером одну грушу клизму на ночь перед сном. Наутро вы просрётесь. Айф – это процедура, безвредный натуральный продукт. Зато вы промоете кишечник и похудеете. И три пальчика кверху. Вот вам, ребят, и ответ, кто сидит на канале Уралочки. Глядишь, скоро будут учить, как нужно правильно садиться на унитаз. Ну, и, может быть, ещё что промывать научат. Может быть, ещё что куда вставлять научат. Это жесть, ребят. Я прочитала, я сначала долго смеялась прям в голос. Ну, а потом думаю, ну, а чё удивляться-то? Чё удивляться? Это же девочки! Это же Уралкины девочки! Вот теперь вы, ребят, понимаете, кто сидит на канале Уралочки, написывает комментарии, поддерживает её и постоянно хвалебные оды строчит. Вот такие вот хомяки. Слушайте, а может быть, Уралочка как раз-таки прочитала этот комментарий, и, может быть, она решила воспользоваться? Ну, мало ли, вдруг сработает, и моментальное похудение будет. И решила попробовать, и поэтому выходной... Ну, кто знает, кто знает, может быть, прочистка всё-таки наступила. И прочистка такая, знаете, сильная и неожиданная. И, может быть, натуральный продукт сработал на полную катушку, и из-за этого как раз-таки и выходной случился прям внезапно. Ну, а что, ребят, всякое может быть. Хотя я понимаю, что выходные там неспроста, да, засиделись и заболтались, и, может быть, не одну ночь. У Исраила же отпуск. Ну, и у нас и Уралка, и Сарафан не работают. Ирка тоже. А чё бы не попраздновать несколько дней и ночей? Аж до дня рождения Сарафана. Но смотрю, что они не больно-то показывают своих друзей у себя в гостях. Видимо, не очень-то хотят попадать в кадр Исраил и Ирка. Видимо, не очень любят хомяки и поклонницы полторозубые Уралкины, эту парочку Ирку и Исраилку. И поэтому Уралочка решила, что не надо светить на своём канале, друзьяшек-зигавашек. Ну, чтобы лишний раз не нервировать своих поклонников. А то, глядишь, разбегутся. И что же будет Уралочка тогда делать? Дальше, ребят, я прочитала комментарий якобы сестры Сафара. Писала некая Насиба. Ну, а Насиба, не Насиба, сестра, не сестра, кто там знает? Читаю комментарий. Кто у тебя муж? Я сестра его. У брата своя жена есть, а ты вообще никто ему. Придумала себе мужа. Я летом приеду, я тебя наизнанку всю выверну там. Поняла меня? Позор тебе. Пусть люди знают правду, что он тебе никто. Просто он на квартире у тебя живёт. А муж – это для контента. Я теперь всю правду про тебя буду писать. О, как! Интересно, да? Какая у Сарафана сестра оказалась умная. Ну, не чита Сарафану. Сарафан-то и говорить не может по-русски. А как напишет – хоть стой, хоть падай. Они, наверное, там с Уралочкой мозг свой тренируют, когда название пишут, чтобы хоть не допустить ошибку. А здесь прям, слушайте, на русском языке, да с запятыми. Прям грамотная-преграмотная. А что ж там за такая сестра? Что же там за насеба такая, которая так хорошо знает русский язык? Сарафан, бери пример с сестры. Посмотри, как хорошо выучила русский язык. И явно же не в России живет, а где-то с мамой и с папой рядышком на родине. И русский умудрилась выучить. А ты, живя девятнадцать лет в России, даже говорить на русском не научился. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. А еще и в блогеры подался. Еще и великим блогером себя возомнил. А русский язык не знаешь. Понятное дело, ребят, что это никакая не сестра. Это просто самый обычный стёб. Но все же прикольно, правда же. Когда кто-то пишет на Уралочку, кто ты такая, у него жена и есть. Но у него действительно есть жена. Есть. И мы с вами понимаем прекрасно, что Уралка, если и официально, даже с сарафаном расписана, то не от великой любви, а ради великой выгоды. Да, так будет правильней. И с этим возрастом, на самом деле, уже просто смешно, уже просто достало это враньё. Каких там сорок шесть лет? Ну, каких там сорок шесть лет, ребят? Там нет и сорока. А то, что он превратился в сморчка, так это не от хорошей жизни. Я просто вспоминаю видеоролики ещё двух годовалой, годовалой даже давности. И что Уралка, что сарафан выглядят совсем по-другому. Видимо, это от счастливой совместной жизни. Оба так изменились. И прям так конкретно, ребят. Сарафан вообще превратился в старого деда. Ну, а Уралка реально она сдала. Да и по здоровью сдала. Да и внешне очень-очень заметно. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok